Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 21. Наша лекция, как и многие другие, создаются с поддержки портала экзегет.ру. Псалом 21 – один из самых интересных и самых важных для христиан. Псалом мессианский. Он вплетен в плоть и кровь христианской мысли и духовности, поскольку его вступительные слова «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» были в числе последних на устах Спасителя, распятого на кресте. Поэт, написавший данный Псалом, обладал даром слова. Его описание страданий трогает сердце до глубины души. Этот плач – одна из самых трогательных песней Псалтири. В заголовке еврейского текста «При появлении зари» некоторые исследователи угадывают намек на мелодию, поскольку рядышком стоит указание начальнику хора. Однако в греческом заголовке текста по переводу 70 вместо выражения «При появлении цари» мы находим фразу, приведу свой перевод, «о помощи на рассвете». «О помощи на рассвете». Предшествующие слова «в конец» и «стотелос» отнюдь не говорят о музыкальном распеве. Скорее, греческий заголовок можно интерпретировать как «указание на долгожданную помощь, которая, подобно проблеску утренней зари, которая появляется при восходе солнца, разрушает ночную тьму». В буквальном смысле этого слова «рассеивает тьму», а в переносном, по данному псалму, скорбное переживание псалмопевца, который ощущал себя уже в преддверии конца. И в этом случае мне кажется, что греческое надписание, возможно, более древнее и соответствует исходному содержанию данного текста. Данная песнь сначала вводит нас в глубину страданий, которые приводят автора в полное отчаяние. Жалобы чередуются с просьбами. Псалмопевец живописует мрачные глубины своей агонии. Его настроение беспокойно колеблется между страхом и горячим желанием найти убежище в Боге. Затем автор радикально меняет тон и возводит нас на высоту тех чувств благодарности, которые охватывают его душу в ответ на услышанную молитву. Ходовый мысль становится более упорядоченным. Он призывает присоединиться к его свидетельству о благости Божией. И не только все семя Якова призывает и боящихся Господа, но и племена язычников, и даже более уходящее поколение и будущих потомков. Между двумя частями псалма ответ на просьбу молящегося словно ускользает. Однако недосказанное в тексте не позволяет нам интерпретировать две части псалма, водразделом которых будет 22-23 стихи по Русской Библии, как два приклеенных друг к другу текста, написанных двумя разными авторами в разное время. Несмотря на намеки, на скопище злых, мы не в состоянии распознать в данном псалме конкретные обстоятельства, побудившие автора написать свой плач. Враги псалмопевца описываются в таких красочных образах, как псы, быки, единороги, львы. Но нам трудно догадаться, где и как провести мост между художественными образами и реальными фактами. Псалом передает не столько физические страдания, сколько страдания души. Фундаментальная тема псалма, которая связывает обе его части, это не столько поношение от людей, сколько переживание богооставленности. Слова «Господи, не удаляйся от меня» стоят в центре данного псалма. Поскольку в центре внимания свидетельство одного из членов общины, которое здесь называется «боящиеся Бога», они же обозначаются как «бедные, ищущие», то свидетельство одного из представителей этой общины о том, что Бог не забыл и спас его, важно для всего собрания. И поэтому все общество проставляет это чудо. Безусловно, псалом описывает опыт одного человека, конкретной личности. Но свидетельство о чуде, которое укрепило веру на краю пропасти, было важно для всего собрания, молящегося в храме. Поэтому этот псалом исполнялся за общественным богослужением. Теперь рассмотрим каждый стих в отдельности, последовательно. Первый раздел псалма. Второй, двадцать второй стихи. В этой части молитва включает внутренний диалог между тем, что мы знаем о Боге, и тем состоянием, в котором мы сейчас находимся. Это в целом мы можем сказать о молитве. Потому что из этого диалога, между тем, внутреннего диалога, умственного, между тем, что мы знаем о Боге, как мы себя представляем, и тем, в каком состоянии мы сами сейчас находимся, формируются наши страхи, наши переживания. И вот эта реальность описывается в данном псалме. Личное страдание псалмопевца, его постоянные ссылки на личные местоимения, я, мне, меня, постоянно чередуются с его обращениями к Богу. Ты, тебе, тебя. Призыв, не удаляйся от меня, повторяется дважды. В первых стихах, второй, третий, раскрывается почти невыносимое напряжение, которое разрывает сердце. Крик, Боже мой, Боже мой, Боже мой, повторяется трижды. А ведь это же тот самый Бог, который, по другим текстам Библии, не оставляет взыскующих его. С одной стороны, по третьему псалму от Господа спасения «И услышит тебе Господь в день печали», девятнадцатый псалом. А с другой стороны, здесь совершенно конкретное, не виртуальное, не книжное ощущение, что мои личные молитвы не услышаны. Псалмопевец не может отрицать реальность существования Бога, но при этом он не хочет смириться с той реальностью, что Бог молчит в ответ на слезные вопли днем и ночью. В четвертом-шестом стихах Бог называется святым, живущим среди словословий Израиля. Эта фраза не имеет аналогов в других местах Ветхого Завета. Молитвы прошлых поколений, патриархов, пророков, были услышаны. Слова «на тебя уповали» и «ты избавлял» здесь повторяются трижды. И это усиливает отчаяние псалмопевца, когда он начинает размышлять о себе. Почему же Бог сейчас не действует так, как Он действовал раньше? Та же самая напряженность лежит в основе национального плача в 43-м псалме. «Мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, которое ты соделал в дни их, в дни древние, но ныне ты отринул и посрамил нас». В 7-м и 9-м стихах дается первое представление о природе духовных терзаний автора. Он описывает себя как червяк, а не человек. Слово «червь» насмешливо бросается на Иова, одним из так называемых его друзей. И используется у пророка Исаии, как описание Израиля, растоптанного ногами более могущественных империй. Псалмопевец чувствует себя раздавленным, беспомощным, окруженным насмешками, которые стремятся подорвать его веру и показать ее веры беспочвенность. 9-й стих. «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Такие насмешки гораздо более опасны, чем физическое насилие над верующим человеком, поскольку они могут посеять семена сомнения, как показывают стихи 10-12. «Сама жизнь – это дар Божий». Здесь высокое богословие находит выражение в простых словах. «Ведение Бога – это врожденное чувство от утробы матери, от ее груди». В центре благою вести пророка Исаии о спасении Израиля также стоит идея, выраженная в одном слове. «Не бойся, раз Господь сотворил тебя, Он и искупил тебя. Ты мой, говорит Господь сыновьям Иакова по пророку Исаии». Однако, если Господь относится к человеку как к своему чаду, как мать к своему рожденному младенцу, где же он по данному псалму сейчас, в момент глубочайшей нужды, скорбь близка, а помощника нет. Псалмопевец кричит о помощи, как младенец призывает матерь, «Не удаляйся от меня». Этим завершается первая часть псалма, 12 стих. Стихи 13, 22 описывают трагическое положение псалмопевца. Его окружила толпа злодеев. Три аналогии с животного мира делают описание более красочным и в то же время драматичным. Псалмопевца окружила множество сильных, молодых вассанских быков. Башан или вассан в русской Библии это плодородное плато к востоку от Иордана, от реки Иордан. Оно охватывает северную часть современной территории голландских высот. В то время, да и сейчас, там были богатые сельскохозяйственные угодья, которые произведили пшеницу и пастбище для кормления крупного рогатого скота. Пророк Амос в то же время саркастически сравнивал из балованных красавиц Самарии с телицами вассанскими. Некоторые современные исследователи считают, что эти вассанские коровы не просто метафора неучтивости и толстокожести женщин Самарии, но и ссылка на тех жен, которые поклонялись языческой богине Астартия. Сила и жизнеспособность злодеев сравнивается не только с быками, но и с алчащим и рыкающим львом. Такой лев ради утоления голода готов наброситься на жертву. Между прочим, для апостола Павла рыкающий лев, который ходит, ища кого проглотить, это сам дьявол. Третья по величине группа недружелюбных тварей это псы. Хотя за русским понятием пёс стоит самое безобидное понятие оригинального текста собака. В греческом и в рейском оригинале это слово имеет самое нейтральное значение. Но безусловно, что здесь имеются в виду недомашние пудели. Речь идёт о неких стервятниках, псах, которые живут на свалках и питаются падалью. Такая характеристика псов даётся пророком Ильёй, который возвещает будущий суд над царём Ахавом и Изавелью. Псы сидят Изавель за стеной Израиля. Кто умрёт у Ахава в городе, того сидят псы, а кто умрёт на поле, того расклюют птицы небесные. Итак, если тельцы и львы это злодеи, которые готовы растоптать и растерзать на части псалмопевца, то псы это образ тех, которые хотели бы поживиться над трупом, расхитить всё то, что останется после смерти поэта. Пугающий образ внешних угроз перемешивается с описанием надломленного психологического состояния псалмопевца. Терзание изнурений души поэтически сравнивается с разными частями страдающего тела. Невозможность собраться духом передаётся через образ текучей воды. Десориентированность в мыслях подобна распадающимся костям. Страх похож на тающий воск, выгоревший на солнце глиняный черепок, хрупкий от того, что он долго лежал на солнце. Это образ оскудения жизненной силы. Текст псалма говорит нам о том, что его автор уже ощущает себя на пороге смерти. И ужас, весь ужас в том, что при этом он не может просто умереть. Злодеи могли бы его просто убить, но они делают из его смерти зрелище. Подобная ситуация отразилась в последующем в лице Иисуса Христа, описывая поведение воинов у Голговского креста апостол Иоанн замечает «Да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собою и об одежде моей метали жребий». Просьбы страдающих людей о быстрой смерти также находит прикличку в Новом Завете. Перед лицом сидящего на престоле Сына Божия в он и час его противники начнут говорить горам «Падите на нас и холмам покройте на нас». Первая часть псалма завершается повторной ссылкой на злодеев с их потенциальными угрозами. Перечисляются также львы, единороги и псы. Здесь встречаются такие образы меч, псы, львы и буйволы. За мечом может стоять образ толпы, за псами по последнему стиху этой части одиночество, за львами образ зубов, но и образ рога это ссылка на буйвола. Просьбы усиливаются в последних стихах первой части. Не удаляйся, поспеши на помощь, избавь, спаси, услышав и сбавь. Тема псалма радикально меняется с 23 стиха. Однако мы не слышим и не видим и не прочитываем в тексте, что произошло исторически между двумя этими частями. Нет никакого ответа от Бога свыше в виде откровения. Нет никакого обнадеживающего слова священника или храмового пророка. Видимо, мучительные вопросы, заданные в первых стихах, нашли свой ответ. Бог уже больше не удаляется, не скрывает свое лицо. Он присутствует, он отвечает на зов помощи. И об этом нам говорят стихи с 23 по 32. Все, кто благоговеет пред ним, все собрание народа Божия приглашается присоединиться к псалмопевцу, воспевая Аллилуйя. Этот термин восхвалять в оригинале связан с однокоренным словом Аллилуйя, хвалить Господа. Словосочетание собрания Великого в 26 стихе в данном контексте говорит об общественном богослужении. Благодарность поэта выражается в обетах, которые были тесно связаны с храмовыми жертвоприношениями. Такими жертвами в форме трапезы можно было поделиться с бедными. Пережив собственные страдания, псалмопевец стал чувствительным к нужным других, не менее уязвимых, чем он сам. Отвечая взаимностью, они стали в один ряд с псалмопевцем и вместе составили хор ищущих Господа. Стих 27 данного псалма в православной монашеской среде со временем стал молитвой перед вечерней трапезой. Едят убозие и насытятся и восхвалят Господа, взыскающие Его, жива будут сердца их век века. Однако было бы ошибкой полагать, что монахи вырвали из контекста цитату, которая говорит о насыщении чрева. Скорее краткая цитата из обширного псалма должна была бы напоминать весь текст и делать ударение на том, что только взыскающие Бога смогут получить истинное насыщение земной, а затем и небесной духовной пищей. По блаженному Феодориту Кирскому здесь мы можем увидеть некий прообраз и духовного учения, и таинственной бессмертной вечери вкушения Евхаристии. 28-29 стихи обращены ко всему собранию народа. Не только узкий круг единоплеменников, но и племена язычников приглашаются вспомнить о том, как сила Божия проявилась в слабости псалмопевца. Последние стихи псалма вызывают дискуссии среди ученых. Традиционный текст на русском языке гласит «Да будут есть и поклоняться все тучные земли». Буквально склоняться к земле. Исходя из слова «есть», создаётся впечатление, что некие ожиревшие, отучневшие богачи будут участвовать в едином праздничном застолье вместе с бедняками из стиха 27. Однако в контексте псалма это вызывает противоречия. «В параллели с бедными, если посмотреть на параллелизмы внутри 27 и 30 стихов, то в параллели с бедными идут ищущие Господа, а в параллели с тучными земли нисходящие в могилу». Пытаясь уйти от этой текстуальной проблемы, некоторые богословы пытаются подкорректировать сам текст. В частности, они ставят точку после слов «будут есть», а затем путем изменения одной буквы в еврейском оригинале превращают тучных земли в спящих в земле, в тех, кто спит в земле. Такую гипотезу поддерживают действительно некоторые древние рукописи. Но в таком случае мы получаем еще более загадочный параллелизм. Будут поклоняться Богу не только спускающиеся в прах и немогущие сохранить свои жизни, то есть постепенно умирающие старики, но и уже умершие, спящие в земле, будут поклоняться Богу. Следовательно, к такой корректуре следует относиться с насторожностью. Псалом 21-й это скорбь человека, который испытывает страх перед преследованиями со стороны врагов и посреди страданий не видя спасительной помощи от Бога. В подобной же ситуации оказался Иисус Христос, когда Его взяли под стражу и предали на распятие ненавидящие Его. Распявшие делили одежды, бросая жребий. Походящие засловили, кивая головою. Насмехались над Господа, со словами уповал на Бога, пусть теперь избавит Его. И в то же время на устах Спасителя стихи Псалма передают почти такое же невыносимое напряжение, раздирающее Сына Человеческого. Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Сын Человеческий по существу Божественной природы имеет постоянное отношение с Небесным Отцом. В то время как Его человеческая природа в какой-то миг словно оказалась окруженной тьмой зла, которая стремится напугать и отдалить человека от Бога. Цитаты из первой части 21 Псалма показывают, что авторы Евангелия видели, насколько близкий данный Псалом отражает страдания и смерть Иисуса Христа. Евангелия ссылаются только на первую трагическую часть 21 Псалма. Вторая часть истории спасения для псалмопевца и для Иисуса Христа по факту оказались разными. Псалмопевец не пережил смерть. Напротив, смерть была бы для него последней точкой в отчуждении от Бога, то есть трагическим финалом. Фиаско. Псалмопевец был спасен, что для него выражалось в том, что он остался жив, и Иисус Христос напротив был распят и умер на кресте. Спасение для него оказалось по ту сторону смерти. Отсюда различное восприятие спасения как такового. Если для псалмопевца результатом спасения является возможность для потомков рождаться и возвещать обо всем том, что сотворил Господь, то для апостола Павла жизнь Христос и смерть приобретения. Вряд ли ветхозаветный человек мог бы постичь значение слов «если же мы умерли со Христом, то веруем, что будем жить с Ним, не ведая тайны воскресения Христова». В то же время некоторые радости из второй части двадцать первого псалма, в частности цитата «Буду возвещать имя Твое братья моим посреди собрания восхвалят Тебя» все же находит отражение в Новом Завете. Однако когда мы прочитываем их в контексте послания к евреям, ибо и освещающие и освещаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря «Возвещу имя Твое братьям и посреди церкви воспоютя». Мы здесь размышляем о том, что речь идет уже о новой эпохе и о новом восприятии самой природы радости, которая в христианском контексте приобретает смысл и спасение только в свете воскресения Христова. Итак, мессианский псалом на протяжении которого встречаются те цитаты, которые буквально вживляются в плоть и кровь евангельского повествования. Одна из цитат произносится на устах Спасителя в момент его распятия на кресте. Остальные – это богословия Евангелия. Это отклик евангелистов на то, как они видели воплощение древнего пророчества в личности Иисуса Христа. Конечно, первоначальный исторический контекст данного псалма – это мучение одного конкретного человека, который, может быть, и не догадывался изначально, какая именно часть этого псалма найдет отражение в личности Иисуса Христа, хотя и был исполнен Духом. Но вот что важно для нас, что в литургическом контексте этот псалом начинает за богослужением исполняться задолго до Иисуса Христа. И он как для людей древности, так и для нас сейчас является неким свидетельством, как количество древних мучеников, которых мы воспеваем и каждый год торжествуем их память за ежегодными богослужениями. Не так велико, как кажется на первый взгляд. Великомученица Екатерина, великомученица Варвара, великомученик Георгий. Но их свидетельство веры становится нормативным, образцовым и воспевается постоянно за богослужением. Точно так же и здесь свидетельство веры на краю неверия, что гораздо труднее, чем просто истязания и пытки в физическом смысле слова, становятся нормативными и образцовыми для общества Израиля в древности. И поэтому тогда за богослужением употребляется этот псалом, когда еще ветхозаветные люди не ведают Господа. Но как бы они пытались интерпретировать этот псалом, он нам не приоткрывает тайну загробной жизни. Но тайна восприятия спасения как жизнь будущего века раскрывается в Новом Завете. И только через призму воскресения Христа мы приобретаем совершенно иное содержание понятия спасения. Как упование, как надежда и как исполнение всех радостей в веке ином, в том часе, когда Иисус Христос снова воцарится на небе и на земле. Иисус Христос Иисус Христос